Один из спутников Юпитера под названием Ио сыграл значительную роль в развитии астрономии 17 века. Его вместе с другими спутниками открыл Галилео Галилей еще в 1610 году. Это открытие способствовало принятию модели Солнечной системы Коперника, разработке законов движения планет Кеплера и первому измерению скорости света. Впервые до причудливого спутника добрались в 1979 году два космических корабля Voyager. Именно они представили Ио миру как геологически активный спутник с многочисленными вулканами, большими горами и сравнительно молодой поверхностью без заметных ударных кратеров. Затем космический аппарат Галилео выполнил несколько близких пролетов в 1990-х и в начале 2000-х годов, получив данные о внутренней структуре и составе поверхности Ио. В дальнейшем спутник наблюдали космический аппарат Кассини в 2000 году и космическая межпланетная станция Новые Горизонты в 2007 году, а также благодаря развитию технологий наземные телескопы и космический телескоп Хаббл. Ио исследуют до сих пор с помощью орбитальных телескопов и зондов, поскольку он представляет огромный интерес для астрономии и науки. Предлагаем рассмотреть самые последние данные об этом по-настоящему уникальном месте. Красочный внешний вид Ио обманчив. Жизнь на этом спутнике будет скоротечно, но, будем надеяться, незабываемой. На снимке справа показана поверхность Ио, а слева соответствующая ей карта распределения ночных температур. Красные пятна – это районы вокруг вулканов-гигантов. Синие участки соответствуют самым низким температурам, например, минус 180 градусов по Цельсию. Оранжевые и желтые – это самые относительно горячие места – минус 100 градусов по Цельсию. Да, прохладно, но легкий ветерок, наполненный серой, будет недолгим, поскольку небольшие пятна в местах извержений имеют гораздо более высокую температуру – до 1200 градусов по Цельсию. Найти золотую середину будет проблематично. Всему виной результат интенсивной работы более 400 вулканов, которые выбрасывают различные вещества. Среди них силикаты, например, артопироксен, сера и диоксид серы. К слову, иней из диоксиды серы покрывает почти всю поверхность спутника. Исследования показали, что в процессе сжатия коры на поверхности образовалось около 100 гор, изменив ландшафт на ближайшие сотни лет. Вершины некоторых, к примеру, Южно-Баосавла превышает пик Эвереста в два раза. Также на поверхности спутника располагаются обширные равнины. Поверхность его имеет уникальные свойства и содержит множество оттенков цветов, таких как белый, красный, черный, зеленый и даже оранжевый. Такая особенность обусловлена регулярными потоками лавы, которые могут простираться до 500 километров. Высокая плотность указывает на то, что на спутнике практически нет воды. Хотя там были обнаружены небольшие карманы водяных скоплений. Нехватка воды, вероятно, связана с тем, что во времена формирования Солнечной системы Юпитер был достаточно горячим, чтобы такие летучие вещества, как вода, улетучились из окрестностей Ио. Хотя и недостаточно горячим, чтобы так произошло и на более далеких спутниках. Также на поверхности Ио нередко встречаются вулканические депрессии, прям как у людей. Правда, они именуются патерами. Для них характерно плоское дно и крутые стены. Оно очень напоминает земные кальдеры. Правда, до сих пор неизвестно, образуются ли они путем коллапса, магматической камеры и обрушения вершины вулкана, как их земные аналоги. В отличие от схожих геоструктур на Земле и Марсе, вулканические впадины на Ио не лежат на вершине щитовидных вулканов, и обычно куда крупней, со средним диаметром около 40 километров. А крупнейший из них – Патеры Локи, 202 километра диаметра. Удивительно, но Патеры часто служат источниками вулканических извержений или далеко растекающихся лавовых потоков, как в случае извержения Патеры Гишбара. Или сами заполняются лавой и становятся лавовыми озерами. А лавовые озера, как правило, покрыты лавовой коркой, которая рушится и обновляется непрерывно. Но формирование интерьера Ио на этом не заканчивается. Временами магма вырывается на поверхность через провалы в дне Патер, или через трещины на равнинах, создавая широкие, многочисленные лавовые потоки, напоминающие те, что можно увидеть около вулкана Килауэ на Гавайях. Однако на Ио наблюдались более длинные лавовые потоки. К примеру, передний край потоков с Прометея продвинулся с 75 до 95 километров между пролетом Voyager в 1979 и зондом Galileo в 1996 году. А всего год спустя, в 1997 году, Ио выбросил более 3500 километров свежей крови, вернее лавы, которая заполнила Патеру Пилан. Как это происходит, нам наглядно показывает анимация из пяти снимков с космического аппарата Новый Горизонт. Здесь вулкан Тваштар извергает материю на 330 километров над поверхностью. Анализ изображений показал, что лавовые потоки на Ио состоят главным образом из расплавленной серы. Однако последующие наземные инфракрасные наблюдения указывают на то, что на самом деле потоки в основном состоят из базальтовой лавы и горных пород. Яркий пример таких процессов – Масуби. Активный вулкан на спутнике Юпитера, расположенный на ведущем полушарии Ио. В области Тарс вулкан примечателен одним из крупнейших лавовых потоков как на Ио, так и во всей Солнечной системе. Его охват составляет 240 километров. Несмотря на обширный вулканизм, определяющий внешность Ио, происхождение почти всех ее гор не вулканическое. Большинство из них образуется в результате напряжений сжатия в литосфере, которое поднимает и зачастую наклоняет куски коры спутника, надвигаясь друг на друга, подобно гигантским льдинам. Именно поэтому практически все горы на Ио находятся на некоторой стадии разрушения. Именно поэтому у их подножий распространены крупные оползни. Похоже, что осыпание – основной фактор разрушения гор. В это трудно поверить, но относительно крошечный сырный шарик Ио играет важную роль в формировании магнитного поля гигантской планеты Юпитера. Дело в том, что магнитосфера Юпитера выбирает в себя газы и пыль из тонкой атмосферы спутника со скоростью 1 тонна в секунду. Вся эта материя в зависимости от ее состава и степени ионизации оказывается в различных нейтральных облаках и радиационных поясах юпитерианской магнитосферы, а иногда вообще покидает пределы системы Юпитера. Интересно и то, что спутник Ио окружен так называемым атомарным облаком из серы – кислорода, натрия и калия. Оно тянется до расстояния от ее поверхности, равного примерно 6 ее радиусам. Эти частицы приходят из верхних слоев атмосферы спутника. Они активируются из-за столкновений с частицами плазменного Тора и других процессов в сфере Хила-Ио, где ее сила тяжести преобладает над юпитерианской. Как несложно догадаться, Ио совсем не похоже на большинство спутников газовых планет, которые чаще содержат огромные массы льда. А спутник Ио состоит в основном из силикатов и железа, как и планеты земной группы. Более того, невероятно активен в своих недрах. Моделирование внутреннего состава Ио показывает, что мантия состоит, по крайней мере, из богатого магнием-минерала форстерита. Состав именно этого минерала подобен составу метеоритов, элхандритов. Очевидно, что отношение к концентрации железа и кремния там выше, чем на Луне или Земле, но ниже, чем на Марсе. Последние исследования показали наличие на Ио магнитного поля, для которого необходим океан магмы на глубине 50 километров. Толщина этого слоя оценивается в 48 километров, и он составляет около 10% мантии Ио. Температура там достигает примерно 1500 градусов по Цельсию. Однако пока неизвестно, совместимо ли это 15% плавление с условием значительного количества расплавленных силикатов в этом невероятном океане магмы? Да, Ио яркий и удивительный мир, аналогов которому нет во всей Солнечной системе. Активный вулканизм на спутнике размером с нашу Луну просто поражает масштабами. А футуристические фотографии поверхности спутника, полученные множеством космических аппаратов, заставляет вновь и вновь погружаться в атмосферу этого далекого и таинственного мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok